Алина, добрый день! Добрый день! Я очень рад вас приветствовать в записи очередного видео на вашем YouTube-канале, а также я рад всем нашим зрителям и слушателям, как постоянным, так и новым. И напоминаю каждый раз в начале каждой нашей записи о том, что мы всегда рады вашей помощи, а оказать её можно по реквизитам, которые вы найдёте в описании этого видео. А также обращаю ваше особое внимание на короткую ссылку на YouTube-канал Алины Витухновской, которую мы очень просим вас распространять как можно шире в ваших социальных сетях. А также просим ставить лайки, заходить на плейлисты и особенно в раздел «Шортс». Там вы найдёте краткие выжимки из выступлений Алины. Итак, мы начинаем наши вопросы, Алине. Уважаемая Алина, может быть мир перевернётся при Трампе? Кстати, как вам речь Хавьера Милея в Давосе? Лично я за него. Я либерализм люблю с детства и считаю, что все проблемы изначально из-за ливаков. Ну, мир уже перевернулся так. Мир висит вверх тормашками. Пожалуйста, не трогайте его больше, не надо его радикально переворачивать, иначе от него ничего не останется. Что касается речи Мали, она мне понравилась. Я вот выписала то, что мне совершенно соответствует. Как то, например. Социальная справедливость несправедлива. Она не способствует общему благосостоянию. А напротив, это по сути своей несправедливая идея, потому что она насильственная. Иными словами, капиталист — это социальный благотворитель. Я пропустила абзац и просто выделила самое лучшее. Иными словами, капиталист — это социальный благотворитель, который не присваивает чужое богатство, а вносит в свой вклад всеобщее благосостояние. Короче говоря, успешный предприниматель — это герой. Обратите внимание, что конструкт героя меняется на наших глазах, и модернистского героя, жертвенного героя заменяет вот этот самый герой-капиталист. Скорее всего, такая упрощённая концепция не найдёт понимания в социалистических средах, а вся советская, постсоветская Россия в большинстве своём состоит из латентных или реальных социалистов. 70 лет социализма не прошли бесследно. Поэтому надо очень аккуратно обходиться с такими высказываниями, но, по сути, они верные. Заметьте, что образ античного героя, который побеждал врага и возвращался с победой, и христианство заменило на жертвенного, который вечно проигрывал, изнемогая под ношей общественных устремлений, которые он должен был вынести, вывести к прекрасному будущему, к какой-то прекрасной России будущего, превращаясь при этом в жертву и даже не обслуживая тех самых настроений. По сути, он обслуживал общественное, беспознательное, обслуживал этот садомазохийский миф. И с этой точки зрения идея Малея мне действительно очень близка. Просто я замечаю, что такие формулировки действительно пугают массы, потому что что же они думают? Они думают следующее. Ах, что же, наши жертвы были напрасны. Никто не сможет в глаза публике сказать, да, ваши жертвы были напрасны. Если это может сказать писатель, то этого уже не может сказать политик. Это нельзя сказать электорату. Мы с вами как бы сейчас в узком кругу, а на широкий круг такие вещи произносить совершенно невозможно. Люди боятся правды, и больше всего они боятся правды о себе. Но как-то аккуратно, дозировано, в гомеопатических дозах эту правду, безусловно, надо вносить в общество, потому что оно, повторюсь, социалистическое общество садомазохистично. И если я страдал, то и другой должен пострадать. И никому ничего не достанется. Этот аналог немецкого «каждому своё» стали основой жизни россиян. И даже на примере оппозиционной среды мы видим, как это работает сейчас, что люди действительно не хотят делить шкуру неубитого медведя, но при этом не хотят делиться тем, чего у них нет, и даже, возможно, никогда не будет. Так и Кремль, конечно же, не хочет делиться властью, которая всё равно, в конце концов, ускользнёт из его лап. Это исторически неизбежно. Наш следующий вопрос, Алине. Я против термина «коллективная ответственность». Не буду развивать эту тему, но, например, различной практики. Вот люди, которых я знаю, в Москве учителя, библиотекари, даже которым не нравится происходящее, заткнулись из-за угрозы увольнения. Это как можно расценивать? Считаю, что это их личная ответственность, переходящая, увы, в коллективную. Знаете ли, ответственны за ситуацию те, кто отдавал и отдаёт преступные приказы. Те, кто затеял милитаристскую авантюру. Они простые люди, не обыватели. Но что значит, кто замолчал? Люди не молчали, но те, кто не молчит, в тюрьме. Даже люди, которые до конца участвовали в общественной деятельности активно, именно с даже умеренно резких позиций, были вынуждены остановиться, как, например, Юлия Галямина, признанная иноагентом, и другие, просто уже не хочу лишний раз светить чьи-то фамилии, что, наверное, это не нужно в первую очередь им. Но люди остановились, потому что просто, понимаете, это логократическая страна, воспитанная на каких-то примитивных революционных идеях, где людям кажется, что если выйти на площадь и сказать некое волшебное слово, то мир переменится. Но это не так. Если вы считаете, что люди здесь виноваты, не вы, а вот кто-то абстрактный, да, я просто вопрос использую, что он массовый, вы приезжаете в Москву, выходите на Красную площадь и говорите все, что угодно, и мы посмотрим на КПД этих действий. Но я, как человек, находящийся в Москве, я хочу сказать, что ситуация сейчас не такая, как казалось два года назад, как была полгода от репрессии, усиляются и будут усиляться точно вплоть до выборов, а там мы посмотрим, что будет. И призывать людей к напрасным рискам, мне кажется, что это довольно подлая практика. Более того, мы сейчас видим, что вышли люди за Надеждина, за не Надеждина как кандидата в президенты, а за Надеждина как за мирную повестку. И вот он глаз народа. Тогда где Запад? Где-то часть оппозиции, которая должна презентовать это Западу как мирный протест, которого вы все, и Запад, и вы, те, кто уехал и призывал выйти здесь, требовали от россиян. Вот он. Искусство, политика это искусство возможного, но и искусство интерпретаций, чем, конечно, безусловно пользуется кремлевская пропаганда, но почему-то не пользуетесь вы. Вы оппозиция сейчас, я говорю, вы часть оппозиции, я не критикую всю оппозицию, там очень много достойных и крутейших людей, я имею в виду некие тенденции, что вы настроены в той степени негативистски, что это деморализует вообще всех, вы рвете контакты таким образом, вы выступаете против народа, который есть ваш, если технически рассуждать, это ваш ресурс, да и в конце концов, чьи интересы вы представляете? Ведь власть, демократическая власть выбирается народом, как вы хотите прийти к власти, минуя народ? Нет, я знаю, что это возможно технически другими путями, но и этих путей нет, так не отрицайте свой последний ресурс. Алина, с девушкой из Киева проводили хроники хаоса, стримы совместные, возобновить планируете? Да, планируем с Лизой Готлик хроники хаоса, да. Следующий вопрос, банально, если была бы возможность, то предпочли бы не попадать в увлекательные ситуации, и насколько ценен опыт такого эксперимента, я так понимаю, речь идет о тюрьме? Да, это комментарии с подфотографии, связанных с флешмобом про 90-е и про мой сфабрикованный процесс. Нет, я предпочла бы эту историю повторить, я хотела... Это одна из лучших историй в моей жизни, она принесла мне много пользы, я совершенно утилитарно отношусь к жизненному опыту, я хотела стать героем, получить все СМИ, все СМИ писали обо мне, я стала героем. А цене вопроса, а какая цена вопроса? 0 рублей, 0 копеек. Мне это не обошлось дорого, куда дороже мне обходилась безвестность и тягостная атмосфера у себя дома. У меня здесь не было ровно никаких перспектив, да я улыбаться начала впервые в тюрьме. Так что здесь принято, опять это российский такой репрессивный нарратив, интеллигентский, что тюрьма это ужас-ужас. Да, теперь, соглашусь, вот в условиях такого террора, в условиях того, чем Россия стала сейчас, это ужас-ужас. А тогда это зависело от интерпретации, я стала тем самым интерпретатором, я стала концептуальным автором собственной судьбы, спасибо журналистам, спасибо свободной прессе, и мы на примере этого процесса видим, насколько она важна, а сейчас, наверное, такое было бы невозможно в той степени, в которой это было возможно тогда, но в какой-то, наверное, и сейчас. Другое дело, что сейчас в этом нет никакого смысла, потому что количество политзаключённых зашкаливает, а здесь важна эксклюзивность, то есть самая концептуальная акция, я действительно представляла её тогда как произведение искусства и ничто иное. Благодарю за ответы на часть вопросов, и я напоминаю нашей уважаемой публике о том, что мы всегда рады вашей помощи, а как её осуществить, вы найдёте эту информацию в описании этого видео, также призываю вас ставить лайки и распространять ссылки на YouTube-канал Алины Витухновской, либо на какие-то отдельные видео, которые вам понравятся. Итак, наш следующий вопрос Алине. Алина, если можно, расскажите лаконично о концепции книги «Мир как волей преступления». Я в любом случае собираюсь её взять у вас, просто очень интересно услышать заранее резюме. Так вот, эта самая книга. Это книга 2014 года, и, собственно, что здесь, когда те концепции, особенной концепции нет, это просто сборник стихов, и прозы по концентрированности стихи, скорее сборник напоминает чёрную икону русской литературы, но не последнюю, изданную из теста «Письмом Новодворской», а первую, изданную Кормильцевым. То есть, если кто-то хочет ознакомиться с моим творчеством целиком и полностью, каким оно было до политики, а это как раз вышло, когда я только начинала заниматься с политикой, то вот этот сборник, да, пожалуйста. Алина, здравствуйте. А как вы считаете, что будет дальше? Какие метаморфозы будут происходить после феномена Надеждина? Ну, до выборов, на самом деле, ещё такого радикального, скорее всего, не произойдёт, то есть мы видим те же движения в милитаристской сфере, увы. Мы увидим попытки оседлать протест матерей, поэтому сохраняйте бдительность. Я вот с одной стороны надеждой отношусь к этой категории, с другой стороны я вижу и понимаю интуитивно, что, скорее всего, за этими протестами в том числе стоит Кремль. Ну, примерно так же, как он стоял за перестроечными либеральными веяниями. Поэтому это не хорошо, не плохо, но может быть опасно. То есть дело в том, что сейчас я чувствую и по надежде на это чувствую, что заснувшая была либеральная башня Кремля просыпается, что и дворцовый переворот возможен, и очень многие готовы к либеральным изменениям. Другое дело, что озвучить это вслух по полной программе по ряду законодательных обстоятельств, скажем так, никто не может. Но готовность эта, она уже, ну, прям совсем очевидна. Другое дело, что Кремль играет двумя руками. Одна рука в тоталитарные перчатки, другая в либеральной. И он как бы курирует и управляет двумя процессами одновременно. Кстати, в отличие от большей части оппозиции, которая, выбрав одну тактику, довольно простодушна, а в своем посыле, и поэтому легко манипулируемо, управляемо и даже устраняемо. А на самом деле в современной политике, тем более при диктатуре, тем более в России, это должен быть бесконечно неуловимым. Ну так вот, я так думаю, что система готова к пересборке. Но это не значит, что мы сейчас должны запрыгивать вот в эти свободные вагоны, потому что они в любой момент могут увести нас в ГУЛАГ, если система передумает и скажет, ой, нет, я что-то, наверное, я еще там позанимаюсь всякой инфернащиной и побоишь террора и всего прочего, что-то я передумала. То есть надо быть бдительным и надо выжидать, надо наращивать метафизические, психические и прочие мускулы. Алина, как вы полагаете, каков потенциал медийной сферы оппозиционных движений, оппозиционных медиа? Совершают ли они некоторые ошибки, которые не позволят, допустим, некоторым деятелям оппозиции потенциально претендовать на власть после падения режима? Как вы считаете? Вчера я читала пост Марина Овсянниковой, признанной иноагентом в РФ, кажется. Алина Овсянниковой, скорее всего, да? Да. Там написано о том, что вложения в альтернативные оппозиционные СМИ, которые сейчас функционируют на Западе, ну и в России отчасти уже очень пассивно, конечно, равны. Там вот все-все медиа стоят столько, сколько один условный леопард. То есть что это на самом деле копейки в сравнении с тем, сколько тратится на другие цели. И, естественно, понимая, то есть я тоже крайне критически отношусь к различным медиа и различным позициям, но будь я Западом, я вложила бы деньги в российскую оппозицию, даже не разбираясь, кто есть кто, а уже разобравшись потом. Потому что я понимаю, что сейчас, когда такая катастрофа свалилась всем на их непрофессиональные головы, разбираться в этом невозможно. Но такой бюджет должен быть выделен. Что касается ошибок, я не разделяю практически никаких радикальных позиций оппозиционеров, особенно уехавших, хотя против разделения, также против разделения уехавших, оставшихся, и за сохранение контактов дружеских и деловых. Но я не разделяю позиции про донаты ВСУ не с позиции, потому что это хорошо или плохо, а с позиции того, что это подставляет под репрессии тех, кто это делает, раз, что это ничтожная сумма в сравнении с тем, сколько вкладывает вооружение Запад, и потому они носят символический и заодно дискредитирующий характер на пользу Кремлю, и потому что, если вы являетесь политиками с долгосрочными политическими целями, а именно с переменой политической ситуации и приходом к власти, с таким бэкграундом вы не придете к власти, потому что любой оппонент, даже не самый сильный, а такой условный надежден, то есть дядечка, вставший с дивана в халате и тапочках, сможет представить вас электорату как антирусско-антироссийско-настроенных людей, которые желали гибели соотечественникам и не кары тем, кто виновен, а гибели всем подряд. Это как бы большая разница. При этом я понимаю мотивы, да, и понимаю пафос этих людей, но политически, мне кажется, это совершенно безграмотным жестом. Ошибки еще это вовлечение в свою орбиту людей с мутными биографиями, с мутными позициями, с девиантным откровенно поведением, никаких фамилий называть не хочу, но мы все видим, наблюдаем скандалы, которые разгораются в оппозиционной среде, в том числе в оппозиционной прессе, которыми активно пользуются кремлевские медиа для дискредитации оппозиции. Почему каждый раз оппозиция наступает на одни и те же грабли, вопрос тут к ним. Почему вы настолько судили свой круг и варите в своем соку и поставлять на сцену одних и тех же персонажей, которые уже совершали эти ошибки, и они совершают опять? Опять вопрос к вам. Так, далее. Алина, а почему вы считаете некорректным сравнение путинского режима с Германией прошлого века? Ну, об этом я писала и говорила немало. Модерн, постмодерн, этим я вас утомлять не буду. Повторю, что в Германии был запрос на великую нацию, обусловленный модернистскими ценностями, обусловленный реваншем, провалом в то и самое уже слово. Даже в любом контексте не хочется говорить понятно, с чем он был связан. И в Германии был этот запрос, в России его нет, он инспирирован пропагандой. Поддержка 20% населения не считается поддержкой. Ну, то есть это не настоящая диктатура, это фейковая диктатура, только кровь, увы, настоящая. И аресты, увы, настоящие. Также, очевидно, но почему-то никто об этом не говорит, Германия не рассматривалась как экономически выгодная сырьевая территория, как сырьевая база, как рассматривается Россия, и тогда, что взрастило диктатуру, и сейчас, что сохраняет ее устойчивость, и что самое печальное в перспективе. Ну, в общем-то, этого совершенно достаточно, чтобы забыть об опыте Германии, не проецировать его на эту ситуацию. Алина, как вы полагаете, приезда... Кстати, вот еще важного сейчас я доскажу. Масштаб конфликта. Мы видим, как изменились настроения медиа в связи с украинской нестабильностью, в связи с общей усталостью от происходящего. Изменились настроения и общества, и медиа, и политиков. И мы видим, что катастрофа, которая была представлена как глобальная, представляется как локальная. Это, да, вопрос интерпретации. На самом деле технический масштаб катастрофы не сопоставим. То есть кадры чудовищные, жертвы чудовищные и гуманистические, из гуманистических полиций это абсолютно такая же катастрофа. Мы этого вообще не должны забывать, и мы из этого должны исходить. Но технические катастрофы не сопоставимы с тем, что было в прошлом веке. Алина, приезд одиозного американского журналиста Такера Карлсона в Москву, что это, на ваш взгляд? Очередная попытка при помощи зарубежной агентуры полезных идиотов по сохранению лица или продвижение кремлевских нарративов вовне иным, отличным от кухни Симоньян способом? Ну, естественно, это лоббирование кремлевских интересов через купленную прессу. Здесь, по-моему, все однозначно. Даже не надо искать черную кошку в черной комнате. А что вы ожидаете от этого интервью? Прольет ли он какой-то сенсационный свет там на что-то или нет? Да нет, конечно. Это скорее развлечение для публики и журналистов белый шум. Но потому, как на это интервью отреагируют на Западе, мы тоже поймем, к чему дальше готов Запад, насколько он коррумпирован. Спойлер достаточно, увы. И как он оценивает, как он балансирует между выгодами и рисками. А на самом деле он сейчас ничего не делает, он не является тоже политическим субъектом в той мере, в которой мы от него ожидали. Это просто объект, политический объект, балансирующий между рисками и выгодами. Это все вопросы к сегодняшнему видео, Алина. А про книги у нас было просто. В завершении нашего выпуска расскажите, пожалуйста, какие книги у вас есть, чтобы их можно было купить с вашей подписью, и что планируете издать в ближайшее время. Значит, по миру воли преступления вы можете делать предзаказ, что в наличии иной любовью издательства Перископ и аномализм и черную икону. Все остальное закончилась, цивилизация хаоса закончилась, но вы можете купить ее на ресурсе Ридеро. Также огромная просьба помогать нам финансово, поскольку каждый раз я говорю об этом, мы целиком и полностью зависим от ваших донатов. Ситуация связана в связи с политической ситуацией, она катастрофическая. Давайте ссылки на наши эфиры, рассказывайте своим знакомым, ну и собственно все. Огромное вам спасибо, Алина, спасибо всем, кто нас смотрел и слышал, и всем прекрасного дня и чудесного вечера. До встречи. Спасибо вам. субтитры, субтитры,